Здравствуйте! Вы на телеканале Итон ТВ, программа в дипломатических кругах. Мы продолжаем цикл программ, в которые вы можете задать вопросы консулу Натива, а точнее не консулу, а руководителю, главе консульского управления Бюро по связям Натив Геннадию Полищику. Геннадий сегодня в очередной раз гость нашего эфира. Геннадий, здравствуйте! Добрый вечер! Добрый вечер, Александр! Добрый вечер, дорогие телезрители! Итак, я бы хотел, чтобы вы, если можно, расскажете нам о последних новостях, что происходит сейчас в плане новых, может быть, каких-то инструкций, новых введений. Ну и вообще в Израиле идет война. Вот отразилась ли эта война на обстановке, на количестве желающих репатриироваться? Стало больше, стало меньше или не повлияло вообще? Ну, из ваших вопросов я, наверное, начну с вопроса, касаемого войны. Несмотря на всю ситуацию в Израиле, а также в связи с ситуацией за рубежом, мы не видим определенного уменьшения просьб подачи на репатриацию. Мы не видим уменьшения потока новых репатриартов, мы видим, что спрос как был, так и остается повышенным. Люди заинтересованы, люди подают просьбу, люди проверяют свое право на репатриацию. Люди приходят и приезжают из разных стран и на консульские проверки, и за получением визы, и едут в Израиль. То есть, несмотря на обстановку, люди все равно продолжают ехать в государство Израиль, возвращаться домой. Ну, это приятно слышать, хотя, конечно, многие репатрианты, которые попали в первые дни войны, когда были обстрелы, это было, конечно, ужасно. Люди совершенно еще не понимали, что происходит. Ну, как бы те, кто живет здесь давно, они знают, ну, сирены, но пошли в защищенное, так сказать, помещение, там, либо в бомбоубежище. А для них, конечно, им, конечно, досталось. Ну, и тем не менее, скажите, вот многие жалуются на огромные очереди, на консульские проверки, которые и в Израиле, и за границей. То есть, есть ли какие-то изменения, может быть, какие-то новые, так сказать, открываются часы приема? Как вы решаете этот вопрос? Несмотря на, как я уже говорил, повышенный спрос и несмотря на определенные ограничения в сфере безопасности, мы стараемся облегчить весь процесс репатриации и весь процесс прохождения консульской проверки. В том числе мы делаем максимально все для сокращения очередей, будь то в странах за пределами Израиля, где мы действуем, или будь то в Израиле. Для примера я могу сказать, что на сегодняшний день мы сумели сократить очереди практически во всех странах бывшего Советского Союза. Так, в частности, на сегодняшний день в Санкт-Петербурге очереди составляют порядка трех с половиной-четырех месяцев. В Москве очереди также порядка четырех месяцев. А есть некоторые точки, такие как, допустим, Кишинев или Минск, где очереди не превышают двух-трех недель максимум. Что же касается Израиля, вы также затрагивали этот вопрос, в очереди на сегодняшний день в Израиле и на смену статуса, и на воссоединение семей не превышают одной-двух недель. А для желающих сменить статус в рамках закона о возвращении, с момента получения его анкеты, очередь не превышает трех дней. Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы облегчить весь процесс, будь то за пределами государства Израиля, или будь то в государстве Израиля. Вы знаете, мы в прошлой программе с вами упоминали об этом, но я бы хотел повторить этот вопрос. После начала войны в Украине была так называемая ускоренная репатриация. То есть, когда люди приезжали и прямо здесь проходили по ускоренной программе всю эту репатриацию. А насколько я знаю, сейчас эта система не действует. Расскажите пару слов об этом. Вы абсолютно правы. Сам проект, как ускоренная репатриация, или как он назывался, One Stop Shop, уже не действует. Но вместо него, как я уже заметил ранее, время ожидания на смену статуса у нас сегодня в Нативе, с момента получения анкеты, это буквально несколько считанные дни. Поэтому человек, который приезжает, обращается в МВД, заполняет. Заметьте то, что очень важно, и то, что я уже неоднократно говорил и в прошлые разы, что на сегодняшний день мы работаем с онлайн-анкетами, и нет надобности пересылать почтой эту анкету после ее заполнения. Анкета переходит автоматически с момента, как человек заканчивает ее заполнение, и нажимает на кнопочку «Отправить», буквально уже на следующий день анкета у нас принимается. Человек получает сообщение о том, что его анкета принята и находится в стадии обработки. То есть на сегодняшний день прозрачность всего процесса позволяет человеку следить за всем процессом своей смены статуса с момента получения анкеты, заполнения анкеты и получения уже статуса и прохождения собеседования у нас в Нативе. Правильно ли я вас понял, что это типа личного кабинета, как вот у нас есть в МВД у каждого гражданина Израиля, что ты можешь проследить, где находится твое дело, как далеко оно зашло, если можно так выразиться? В принципе, идея, которую вы озвучили, сама по себе интересная, но это еще не совсем личный кабинет, это личная анкета, в которую человек может зайти на любой стадии ее обработки. Получает он информацию не из этого личного кабинета, а информация на данный момент пока приходит через СМС на каждом этапе обработки анкеты. В будущем мы также планируем ввести и назначение очередей, также онлайн, чтобы человек мог выбрать более подходящую для себя очередь, увидеть, какова длина очереди в той или ином представительстве и заказать очередь самостоятельно, без надобности влияния каких-либо внешних. А как сейчас заказывают очередь? Вот человек, который живет в Саратове или где-то в другом городе, как он может назначить очередь? Надо звонить куда-то, писать? Как это происходит? На самом деле сегодня этот процесс тоже не такой сложный. Как только человек заполняет онлайн-анкету, и анкета приходит и проходит обработку, он получает сообщение о том, что... Во-первых, как только анкета приходит к нам, он получает сообщение, что анкета принята в обработку. Как только анкета обрабатывается, представители нашего отдела связываются с ним в телефонном режиме, и предлагают ему те даты, которые возможны и свободны для назначения очереди на тот момент, когда к нему обратились. То есть сегодня это делается нашими сотрудниками. В будущем это будет полностью автоматизированный процесс. Но вот в России, например, это консульские проверки делаются только в Москве и в Питере, или есть еще города? На данный момент это Москва и Питер. К сожалению, из-за ситуации с безопасностью мы ограничены с выездными миссиями консулов, с выездными сессиями. Поэтому я надеюсь, как только мы вернемся к этому процессу, мы также будем назначать и на выездные точки. То есть как когда-то было такое, да? Как когда-то было, абсолютно верно, да. То есть, а вот скажите, это электронная анкета, то есть это нужно зайти на ваш сайт, мы дадим ссылочку на сайт, вот на этот самый, по которому это делается. Насколько сложно, насколько она большая, то есть как может ее человек неподготовленный заполнить? Я не случайно задаю этот вопрос, потом будет следующий. Хорошо. Я с удовольствием отвечу на ваш этот вопрос, а также и на следующий, и на следующий после следующего. Что касаемо электронной анкеты. На самом деле электронная анкета, она абсолютно проста в заполнении. Существует несколько видов электронной анкеты. Одна для тех, кто находится за границей и подают в рамках зарубежных представительств. Они заходят на наш сайт, заходят на линк, где расположена эта электронная анкета, выбирают то представительство, в котором они хотят пройти консульскую проверку, и уже попадают на саму анкету, которую они заполняют. В принципе, пошаговая инструкция есть также на сайте, где все объясняется. И помимо этого, также по мере заполнения анкеты, человек получает такие дополнительные подсказки. Здесь вы не заполнили, здесь нужно заполнить, здесь вы пропустили, что вы имели в виду. Вернитесь, дополните. То есть практически система сама ведет человека по всему процессу заполнения анкеты. Что же касается электронной анкеты в Израиле. Для того, чтобы получить линк на электронную анкету в Израиле, человек должен обратиться в МВД, открыть просьбу, подать просьбу на смену статуса, то есть открыть дело в МВД для смены статуса, так как в Израиле тот, кто занимается сменой статуса, в принципе, это МВД, а мы являемся только профессиональной частью, которая проверяет его право на репатриацию в рамках этой просьбы. В МВД ему будет выдан номер анкеты, с которым он уже может зайти на сайт, ввести этот номер, свой номер паспорта и продолжить на заполнение анкеты. Там абсолютно также есть полностью инструкция по заполнению анкеты, и также система автоматически ведет человека по всему процессу заполнения этой анкеты. То есть, анкета такая же, да? Анкета такая же для человека, который там заполняет и который внутри Израиля. Анкета такая же для человека, который заполняет там, и для человека, который здесь. Плюс еще маленький нюанс. Мы разделили здесь в Израиле анкеты, которые относятся к репатриации, от анкет, которые относятся к смене статуса в рамках воссоединения семьи, чтобы людей не путали этих два процесса, и чтобы люди могли выбрать именно по какому процессу они подают просьбу. То есть, и разный протокол, да? Когда воссоединение семьи или просто репатриация? Возможно, так сказать, разный протокол, но есть там, более того, есть некоторые нюансы, различные требования, различные документы, которые нужно предъявлять. И в связи с этим разные анкеты. То есть, анкеты, в общем-то, они одинаковые, но есть маленькие нюансы разночтения в этих анкетах. А вот, Геннадий, в вашей фразе проскочило вначале, что человек, когда из-за границы заполняет эту анкету, он может выбрать, в каком месте он хочет проходить. То есть, это не связано, не привязано к месту жительства. То есть, человек из Москвы, например, может выбрать себе Питер, поехать и пройти там, если там ему показалось быстрее и, так сказать, удобнее. Вы абсолютно правы. Есть один маленький нюанс. Для того, чтобы проходить консульскую проверку на территории другого государства или в другом представительстве не по месту жительства, человек должен находиться в этой стране на законных основаниях. То есть, если вы находитесь в этой стране на законных основаниях, будучи в статусе туриста, будучи в статусе студента или имеющего вид на жительство, вы можете проходить в любой стране, в которой вы хотите. Мы не ограничиваем. Человек может выбрать, посмотреть, особенно, когда мы введем компьютеризированную систему заказа очередей, человек сможет выбирать, где очереди меньше, где больше и уже заказывать для себя очередь там, где ему удобнее, там, где ему больше нравится. Это как вот в МВД мы заказываем на получение Даркона. То есть, заходишь и выбираешь, в каком отделении тебе удобнее, в каком отделении там меньше очередь. То есть, вот аналогичная система будет у вас. Более-менее, да. Ну, дай бог. Скоро? Сегодня мы уже не ограничиваем человека по месту жительства. Мы предлагаем любое место, куда он хочет поехать и пройти консульскую проверку. То есть, мы открыли. Это существенное замечание. Вы знаете, вот я почему задавал вопросы про заполнение анкеты, про вот эти смены статусов. Весь интернет забит рекламой адвокатских контор, которые предлагают услуги, ну, естественно, за мзду немалую. Любая работа оплачивается, в которой они обещают решить любые вопросы, связанные с репатриацией. То есть, ускоренное прохождение, именно так вот, ускоренное прохождение консульских проверок, значит, помощь в оформлении документов и так далее, и так далее, и так далее. Насколько, скажем так, я сейчас попытаюсь формулировать помягче, чтобы на меня не обиделись уважаемые адвокаты. Насколько необходимо человеку обращаться к адвокату или можно как бы все, так сказать, решить самостоятельно, так сказать, задавая вопросы. Если есть какой-то адрес, где он может задать вопросы, например, по вопросу консульских проверок, именно в нативе, чтобы получить квалифицированную информацию, консультацию, самостоятельно решить весь этот вопрос, пройти весь этот путь. Очень интересный вопрос, действительно, очень актуальный сегодня. Вы знаете, на часть этого вопроса я уже ответил, и я вернусь. Как я уже сказал до этого, сам процесс заполнения анкеты, за которую, я так понимаю, что тоже берут некоторые, я тоже, я не буду сейчас говорить про адвокатов или про так называемых помогаек, которые не являются частично вообще адвокатами и представляют себя адвокатами. Они называются там Центр помощи, репатриарность. Центр и все, что угодно. Я не буду касаться сейчас этих людей, я не буду сейчас касаться этих центров, я буду касаться самого процесса. Я могу сказать одно, что сам процесс заполнения анкеты на сегодняшний день, как я уже говорил, абсолютно легкий, абсолютно спокойный, абсолютно доступен для каждого человека, даже не имеющего опыта в этом. Как я уже говорил, система помогает и подсказывает, что и где и как заполняет. Помимо этого, что очень важно, я хочу еще раз, каждый раз при каждой встрече я это замечаю, консулы находятся на своих местах не для того, чтобы отказывать людям, а для того, чтобы помочь людям докопаться до правды. Если приходит человек, у которого не хватает тех или иных документов, который не знает, какие ему нужны документы и где их взять, консул объяснит. Консул объяснит, а, какие нужны документы, б, где их можно достать, как это лучше сделать. Опять-таки, естественно, мы не можем объяснить, как это сделать, каким-то, может быть, путем, который это предлагают делать те или иные помощники, но, к сожалению, как показывает опыт, иногда те пути, по которым достают те или иные документы, о которых не знает консул, в результате выливаются, возвращаются бумерангом. Дополнительные проблемы, да? Создают большей частью дополнительные проблемы, поэтому я очень рекомендую идти к консулу на прием с тем, что у человека есть и поговорить с самим консулом, который с удовольствием объяснит, расскажет и вместе с этим человеком направит, покопается во всех этих документах, покопается в его истории и направит его по правильному пути для того, чтобы найти правильные и достоверные документы. Вы знаете, многие боятся, что вот я пойду сейчас к консулу без помощи адвоката, без помощи, как вы сказали, помогаек, да, а мне сразу скажут отказ, поставят штамп, все, отказ навсегда. Вот такой отказ, допустим, вот представим себе, что человек получил подобный отказ, он может его каким-то образом оспорить, апелляцию подать или донести необходимые документы? В первую очередь начнем с того, что я еще раз вернусь и скажу, что консул никогда не поставит отказ, если он видит, что есть какой-то шанс что-то найти, до чего-то докопаться, и исходя из того, что он видит какие-то, допустим, прерывания цепочек, недостающие части каких-то документов, он всегда подскажет и направит человека. Помимо этого, если уже, скажем так, что если консул уже доходит до состояния, в котором он вынужден дать человеку отказ за неимением каких-либо доказательств или за неимением каких-либо достоверных сведений, подтверждающих то, что у человека есть право, всегда, если этот человек смог достать дополнительные сведения, дополнительные документы, он может подать дополнительно, и любой отказ может быть рассмотрен, любые документы могут быть приложены к его делу, рассмотрены дополнительно. Я не говорю, что отказ будет отменен, потому что мы не знаем, какие это документы или нет, но то, что я могу гарантировать, что всегда будут взяты в счет и новые документы, которые человек сможет достать. А как технически вот это подается, вот это, не знаю, как ее назвать, апелляция или дополнительные документы, дополнительная просьба, как это делается? Есть несколько способов. В первую очередь, это можно обратиться напрямую в консульство по месту жительства, где вы проходили консульскую проверку, к примеру. Вы можете подать еще раз повторную просьбу, никто вас не ограничивает. Помимо этого, вы можете написать в консульский отдел с тем, что у вас есть дополнительные документы или же вы можете обратиться в отдел обращения граждан, это pniot собачка native.gov.il и описать свою просьбу, приложив копию этих документов. Данное обращение будет передано к тому консулу, который рассматривал ваше дело и вас могут пригласить повторно или не повторно на дополнительное собеседование. Мы этот адрес тоже укажем в описании к видео, чтобы так нас трудно воспринять. Знаете, вот несколько вопросов, которые, то есть вопросов было достаточно много, но многие повторялись, поэтому я позволю себе вот, к сожалению, а нет, тут есть имя, Аграновская Марина, Мария, моя дочь проходила процедуру генетического подтверждения отцовства по бабушке, то есть отец умер. После получения результатов экспертизы прибыла на консульский прием в Натив в Иерусалиме, все документы, заверенные апостилем, завернули и потребовали оригиналы, а собственно бабушка находится в Питере. Сколько времени и денег потрачено зря, почему не принимает апостиль? Потребовали даже оригинал свидетельства о смерти отца. А что делать людям, которые вот не могут представить такой оригинал? В ЗАГСе выдают все документы с пометкой повторно. Но я как бы продолжу этот вопрос. Мы с вами его рассматривали частично на прошлой встрече. Вот эта вот проблема повторных документов тоже, но это как бы вдогонку. То есть давайте начнем с апостиля. То есть апостиль как бы это вот, как там говорил этот самый профессор Преображенский, это вот самая такая вот бумажка, да, вот такая жесткая, такая железобетонная бумажка, то есть почему она не принимается? Окей. Значит, начнем действительно с апостиля. Очень интересный на самом деле вопрос, очень важный. Я разделю его на несколько ответов. В первую очередь коснемся апостиля. Начнем с того, что документы до 1998 года не нужно апостелировать. Апостиляции подлежат только документы, которые выданы после 1998 года. Что касается документов повторных и оригинальных. Естественно, что для консульской проверки консулу нужны оригинальные документы, но после прохождения процесса для получения гражданства и предоставления в МВД как документы для записи достаточно и повторных с апостилем, апостелированных документов. Что же касается той ситуации, в которой... Я прошу прощения, что перебиваю. То есть на первый визит нужно принести подлинники документов, а потом вы у себя оставляете апостелированные. Мы не оставляем у себя ничего вообще. Мы переснимаем ваши документы и сканируем, и все оригиналы возвращаются человеку. Но в такой ситуации, как вы описали, что бабушка остается в Санкт-Петербурге с оригинальными документами, а внучка должна ехать и иметь что-то, желает иметь что-то на руках, она может взять повторные, апостелировать и предоставлять их уже здесь по мере надобности. Теперь еще один маленький, но очень важный нюанс. Это то, что если родственник, который находится за границей Израиля, в его руках находятся оригинальные документы, нет надобности пересылать эти документы в оригинале в Израиль. Всегда можно попросить пригласить этого родственника в наше представительство за рубежом для предоставления оригинальных документов. И этого вполне достаточно. А человек, здесь находящийся с копиями или лучше с повторными документами, потому что, в общем-то, копии практически не принимаются нигде, но копии для подтверждения еврейства, они достаточны для того, чтобы предъявить оригинал в стране исхода. То есть, но копии должны быть заверены? Копии не должны быть заверены, потому что мы все равно не рассматриваем копию как достоверный документ подтверждения права. На основании этой копии мы можем сказать, окей, пусть ваш родственник, будь то в Санкт-Петербурге, в Москве, в Киеве, неважно где, придет к нашему представителю и предоставит оригинальные документы. На основании этого наш представитель запишет в системе, что он видел этот документ, что документ в порядке, отсканирует оригинальный документ, который пусть даже соответствует копии, но мы должны увидеть этот оригинал, увидеть, что с ним все в порядке, и все. И этого вполне достаточно. Ну, вы знаете, все действительно достаточно просто, за редким исключением. Дело в том, что в данном конкретном случае, я так понимаю, что эта бабушка живет в Санкт-Петербурге, она пришла в консульство и все показала, да, если вот такая бабушка живет где-нибудь в Хабаровске или в Владивостоке, или она живет, да неважно, зачем уж так далеко, но в любом другом городе, то есть вот пожилой человек, он должен поехать с этими документами в консульство, а консульство мы знаем теперь есть только в Москве и в Санкт-Петербурге, то есть это становится непреодолимой проблемой, ее никак нельзя решить по-другому? На данный момент, к сожалению, без предъявления оригинальных документов, ну и раньше, и дальше мы будем так без предъявления оригинальных документов большая проблема подтвердить право, но это не обязана быть именно эта бабушка, это может быть какой-то родственник по доверенности привести, но оригинальные документы мы должны увидеть в оригинале. То есть, да, ну теперь вторая часть вопроса по поводу вот повторных документов и апостелей. Апостиль, как я уже сказал, апостиль подтверждает сам документ, поэтому для нас апостиль, мы не относимся, не обращаем внимания на апостиль, так как апостиль никогда не подтверждает содержимое этого документа. Именно из-за этого мы просим видеть оригинальные документы и просим не апостелировать те документы, которые были выданы до 1998 года. То есть, а после 1998, значит, его можно апостелировать, но все равно нужно... Те документы, которые выдаются, причина в чем, что оригинальный документ, который выдается после 1998, уже в самостоятельных государствах, апостиль ставится на сам документ. Документы, которые были бывшие советские документы, на них не ставится апостиль, их меняют на повторные документы, и тогда это уже у нас возникает, вызывает множество вопросов, множество дополнительных требований для документов. То есть, я не могу, извините за дотушность, я не могу с свидетельством рождения бабушки, выданным, естественно, в начале предыдущего века или в середине века прийти где-нибудь в Саратове в юридическую контору, мне делают копию этого документа, подписывают, нотариус заверяет, что этот документ соответствует, это же фотография документа, с этим документом я еду в суд, мне ставят апостиль, для вас это не документ. Еще раз повторяю, сам документ для меня это документ, а то, что вы сказали копия и апостиль, это апостелирование копий, что копия соответствует оригиналу, но это еще раз, это не подтверждает содержание этого документа, это не подтверждает подлинность этого документа, это не подтверждает, что в том документе не былиäsident... То есть его надо потрогать... Мы уже внедряемся в внутренней части нашей работы, внутреннюю, то, что называется, кухню. Ну, понятно. Это уже внутренние секреты. Ясно. Хорошо. То есть вам надо это почувствовать. Это как вот 100-долларовую бумажку, да, потрогать там вот волосики у президента, да, там воротничок. Это вот так. Погладить по волосикам. В 90-е годы вот так проверяли вообще подлинность купюр. Ну, на сегодняшний день это более технологично, конечно, но все равно мы проверяем каждый документ практически также скрупулезно. То есть, как бы, я подвожу под этим черту, то есть любой документ необходимо представлять в подлиннике, то есть никакие копии, но за исключением выданных после 98-го. Абсолютно верно. А те, которые после 98-го, их апостелировать тоже или что? Апостелировать обязательно, потому что тут уже вам апостеллируют оригинальный документ, его не будут менять на повторный. Иногда, в некоторых случаях, мы можем попросить дополнительные документы, если тот или иной документ, даже будучи выдан в оригинале, вызывает у нас какие-то вопросы. Поэтому не стоит обижаться, расстраиваться, а стоит пойти и послушать консула и принести именно то, что он просит. Вообще надо просто сказать нашим уважаемым зрителям, что я понимаю, что люди, которые попадают в такую ситуацию, говорят, вот принесите эти документы, принесите эти документы. В общем-то, это вызывает определенную нервозность, то есть понятно, что человек волнуется, человек совершает такой важный шаг в своей жизни. Я вспоминаю, 30 с лишним лет назад я тоже совершал такой шаг. Это действительно очень волнительно. А надо постараться успокоиться и действительно внимательно слушать, что от вас хотят. И самое главное пытаться понять, потому что очень многие люди, к сожалению, это касается не только репатриации, не только визитов к консулу, зачастую то, что на иврите называется Аваната Некра, да, то есть, или Аваната Шмея, то есть слышат не совсем то, что им говорят, а то, что они хотят услышать. И вот это вот маленькое несоответствие, вот разрыв между тем, что тебе говорят и тем, что ты хочешь услышать, зачастую потом выливается в дополнительные проблемы. Еще один вопрос, если позволите. Ну вот, к сожалению, не подписался человек, у нее там ник РАА-403. Добрый день, у нас вопрос от семейной пары. Мы в браке 8 лет, жена репатриировалась из Украины в 22-м году. Муж не смог, так как мужчин из Украины не выпускали призывного возраста. А при прохождении консула в Молдавии жены взяли все данные о муже и заверили, что когда он сможет выехать из Украины, проблем с репатриацией не будет. Но как только мужу удалось выехать, мы столкнулись с тем, что в Молдавии натив тут же отказал и закрыл анкету. Кстати, вот то, что я говорил, взял и закрыл сразу. Ссылаясь на то, что прошло больше года. Почему не учитывается такая ситуация, как, ну вот, военное положение в Украине, при которой мужчина не может зачастую выехать и нарушается вот этот срок в один год, который выделен на то, чтобы и второй из супругов тоже смог получить визу репатрианта. И как нам теперь быть? Мы обращались куда только можно, все разводят руками и говорят, что нет никаких инструкций и не понимают, что еще делать. Как в этом плане, в этой ситуации мужу интегрироваться? Извините за такой длинный вопрос, но я так понимаю, что у человека наболело. Действительно, война случается как бы не каждый день. Интересный вопрос. Ничего страшного, что он длинный. Я надеюсь, что я смогу ответить достаточно коротко на него. На самом деле я не вижу здесь никакой проблемы. Есть определенные условия, есть определенные требования и определенные, скажем, правила, на основании которых натив компетентен заниматься такими случаями только до года с момента расставания. То есть то, что более года, просто уже не входит в рамки компетенции наших консулов. И только из-за этого консул не смог продолжать дальше заниматься этим делом, а так как человек отметил в своем обращении, закрыл дело. Что же делать в такой ситуации? На самом деле тут тоже нет никакой проблемы. Супруга или супруг, которые выехали раньше, должны пригласить этого человека, своего супруга, как гостя, едущего на смену статуса. То есть обратиться в МВД, сообщить о желании того или иного супруга, супруги приехать на смену статуса, пригласить его через МВД и сделать весь процесс здесь, в Израиле. Это не ступро, это не тот процесс, который 5-6 лет длится. Это абсолютно другая ситуация, это абсолютно другой подход, но это не входит в рамки нашей компетенции за границей. Поэтому этот процесс делается здесь, в Израиле. Странно тогда, почему там все говорят, мы не знаем, что делать. То есть опять-таки зависит от того, как ты сформулируешь вопрос. Зачастую, как сформулируешь вопрос, так тебе и ответят. То есть консул закрыл не потому, что там не хватало документов, не потому, что там ему что-то не понравилось, а просто потому, что с этого момента не входит в сферу компетенции натива. Более того, я скажу, что в тот момент, когда консул по такой причине закрывает дело, он объясняет это человеку. А то, что другие, которые ему объяснили, что не знают, что делать, вот я думаю, что мы опять возвращаемся к вопросу тех самых желающих помочь и не всегда знающих, как помочь в этой ситуации. Поэтому проще всего... Но твердо знающих, что нужно попросить сначала денег, а потом уже... Да, ну это... Видите, это... Ну хотя бы в этом они знают точно. И не знаю, ошибаются или нет. Ошибаются в сумме. Ну, это... Там, наверное, разные суммы. Слава богу, мы этого не знаем. И я думаю, что в этой ситуации правильнее всего было спросить консула, что делать дальше, и послушать, поверьте мне, что консул объяснит. И даже если консул, если, не дай бог, консул чего-то не знает сам, он в тот же момент поднимет трубку сюда, в Израиль, в Иерусалим, спросит, что делать в той или иной ситуации. Если, не дай бог, это какой-то случай, что и мы здесь не знаем, мы обратимся в МВД и спросим у них, что делать в той или иной ситуации. И в любой ситуации, в любом случае, мы найдем решение для человека, не оставим без решения, без ответа. Скажите, но вот все-таки вот именно, учитывая ситуацию с войной и с закрытым выездом мужчин, допустим, с Украины, то есть никак нельзя вот изменить эту ситуацию, временную какую-то инструкцию? Или это сложная бюрократическая процедура, которая не под силу просто нативу? Александр, я скажу так, что на самом деле, вот когда этот вопрос сейчас поднялся, я передам, подниму его с МВД и узнаю, возможно, может быть, что-то изменить в этой инструкции, может быть, расширить эти рамки. Хотя бы применительно к одной стране, в которой вот именно такая ситуация. Я постараюсь это узнать, я не знаю, каким будет ответ, но я обещаю поднять этот вопрос перед управлением народонаселения. Спасибо большое, спасибо, что уделили нам время. Дорогие друзья, я напоминаю, что с нами был Геннадий Полищук, глава консульского управления Бюро по связям натив. Мы продолжим наши встречи, задавайте свои вопросы, если они у вас возникают. И главное, слушайте, что вам говорят и постарайтесь просто понять, что все эти вопросы, вы знаете, Геннадий, в свое время в Советском Союзе была такая шутка, что вот все правила техники безопасности замешаны на крови. Ну, такая мрачная шутка, да? Но я так понимаю, что большинство ваших требований и вопросов, они тоже замешаны на том, что вот в свое время, ну, у меня были беседы в свое время с одними из первых консулов, которые там еще в начале 90-х, еще там в конце 80-х приезжали в Советский Союз, еще до распада, да, и вот они сталкивались с такими документами, они до сих пор вспоминают, что просто им даже в голову не приходило, что, к сожалению, можно вот эти документы, ну, не хочется применять это слово, но подделать. Так что, к сожалению, все эти вопросы, они замешаны действительно на печальном опыте, и надо к этому спокойно относиться, никто не хочет вас унизить, никто не хочет вас, так сказать, наказать, просто хотят докопаться до истины, а ваша задача помочь в этом, правильно? Помочь в первую очередь себе. Спасибо. А мы будем справиться вместе с вами. Спасибо большое, всего доброго, до свидания.